Так, проверка соединения. Так, привет, привет! Ждем, пока все присоединятся. Жду также и Лизу. Здравствуйте! У нас в доме прохладно. Так, жду Лизу. Ребят, как слышно, как видно меня? Нужно проверить связь. Здравствуйте! Так. Всем привет! Лиза, привет, привет! Привет, моя дорогая! Барев дзест! Барев дзест! А как на еврейском? Здравствуйте! Шалом! Шалом, точно, слышите, но точно же. Да, забыла. Да. Ребят, как нас слышно? Ответьте, пожалуйста. Вот, отлично слышно и видно пишут. Спасибо большое. Ага, все хорошо, видно и слышно. Лиза, ну давай, наверное, огласим снова тему нашего эфира. Да, давай. Тема эфира у нас еврейская и армянская кухни, наша дружба между нашими народами, наши с тобой любимые блюда, которые мы помним с детства. Я думаю, что наш эфир будет очень интересный, в первую очередь, всем, кто не до конца знаком с нашими национальными кухнями. Именно это была, этим была наша цель, да? Чтобы познакомить тех, кто не знаком с этими интересными и древними кухнями, если можно так сказать. Однозначно. Да. Я волнуюсь немножечко, друзья мои. Ты не волнуйся, не волнуйся. Давай мы еще одну минутку займем внимание наших гостей и скажем, что у нас не ответы на вопросы сегодня. Вы можете писать нам комментарии, но мы их, к сожалению, читать не будем в полном объеме, а только то, что мы успеем пробежать глазами, потому что у нас с тобой сегодня повествовательный эфир. Правильно я говорю? Да, все верно, конечно. Так что мы будем очень рады комментариям по теме и оставим за кадром все другие комментарии, которые вы потом сможете у нас спросить в дирекции, в личном. Правильно? Да. Лиза, ну давай представим друг друга нашим подписчикам, да, кто сейчас нас смотрит. Давай. Хочу сказать, что с Лизой мы познакомились где-то два года назад в Инстаграм, и в прошлом году Лиза, посетив Армению, приезжала ко мне в гости. У нас состоялась замечательная встреча, мы замечательно провели время, познакомились ближе, и я очень рада нашему знакомству, Лиза. Я тоже, я очень рада, что состоялась Армения, состоялись эти гости, так сказать, в вашем доме. Мне было очень приятно, мы об этом еще неоднократно скажем в этом эфире, а сейчас давай просто чуть-чуть, каждая расскажет о себе. Я начну? Я хочу сказать, что мы совершенно не подготовились к прямому эфиру, все совершенно спонтанно, так что вот поэтому я и волнуюсь. Ну, хочу рассказать о себе, тем, кто еще со мной не знаком. Я родилась в России, в Иркутской области, город Ангарск, наполовину армянка, мама у меня русская, папа армянин. Вот, и в Армении живем с 2011 года, переехали жить с родителями, так сказать, мужа. Вот он принял такое решение, чтобы родители не оставались, так сказать, на старость лет, да, а одни, чтобы видели, как растут их внуки, чтобы невестка была рядом, ухаживала. Вот это была цель нашего переезда, и мы ни на секунду за все эти 9 лет никогда не пожалели. Так что живем большой армянской семьей. Это очень прекрасно, очень прекрасно. У вас великолепный дом, очень душевный. Но, собственно, я думаю, что все твои подписчики это видят прямо из твоих сторис, это черпают всю атмосферу твоего дома. Меня зовут Елизавета Фрайман. Я жила до 19 лет в славном городе Воронеже, потом я уехала в Израиль. Из Израиля я уехала во Францию, и 9 лет назад я вернулась обратно в Россию, и сейчас живу в Подмосковье. Я специалист по еврейской и израильской кухне, это мое основное направление. Но, конечно же, дома мы готовим и другие блюда. Не нужно думать, что являюсь специалистом в какой-то кухне. Да, что мы готовим день и ночи какие-то национальные блюда. Конечно же, нет. Конечно же, нет. Так что все кухни нам открыты. Да, ну я бы хотела сказать от себя, что национальная кухня – это не только еда, а прежде всего часть культуры и менталитета нации. Поэтому, когда я хочу познать, узнать поближе другой народ, я прежде всего изучаю его национальную кухню. Однозначно. Это очень большой пласт. И когда я была в Армении, кстати, мы встречались с вашим великим шефом, Сидраком Мамуляном. Он сказал такую фразу, я тебе уже говорила, память вкуса. Мы можем даже не знать, к какой национальности мы принадлежим, но память вкуса, те блюда, которые готовили наши пра-пра-пра-пра-пра, и уже ближайшие поколения, они как раз могут привести историков непосредственно к твоей нации, к твоей культуре. Совершенно верно. Потому что эти блюда, да, пронесли через года, через века, абсолютно даже не зная, откуда пошло, откуда началось это все, да, откуда все взялось. И вот, кстати, у меня тоже такой вопрос хочу обсудить. Вот в детстве, ты помнишь, что готовила твоя мама из еврейской кухни? Меня закрывают комментарии, я вот так вот сдвинусь, вот так. Тебя все равно видно, Миза. Да, свое лицо. Если честно, мама у меня готовила в основном русскую кухню. Когда я была в гостях у папы на каникулах, естественно, я пробовала армянскую кухню. Поэтому у меня вот, знаешь, такое и армянская кухня у меня из детства, и русская. Неважно. Ну, какое-то блюдо наверняка, вот ты помнишь, готовили дома, да, из армянской кухни? Ну, папа готовил, что-то же было. Армянская, естественно, все традиционные блюда, конечно, это и хаши, и толма, и различная выпечка. Все это помню, как сейчас. Обожаю все это готовить. Это очень важно. Я помню, у нас дома из всех еврейских традиций, ну, евреи, в отличие от армян, все-таки были всегда под запретом до последних каких-то там десятилетий, ну, скажем так, до конца 80-х годов. Поэтому все это делалось очень в тихую, очень все из уст в уста передавалось. И я помню, что маца на большой праздник в Пейсах, маца доставлялась просто по страху смертной казни, по нескольку листочков мацы, доставлялась в каждой семье. И мы готовили, конечно, вот эти вот шарики к нейдалах из мацы с куриным бульоном. И так я знала, что у нас в Пейсах. Это пресное тесто, да, Лиза? Это пресное, да, это такое изделие из пресного теста, где только мука и вода. Вот эти тоненькие-тоненькие полосочки вот такими вот запекались. Их крошили и сделали из них к нейдалах такие пышные шарики, которые варились в курином бульоне. Мама делала, да, мама, конечно, делала карпа тушеного. Мы не делали фаршированную рыбу, делали карпа тушеного. И вот так я знала, что есть такой праздник, мы его называли Еврейская Пасха, да. Вот, соответственно, Пейсах, Еврейская Пасха мы говорили, хотя Пейсах и Пасха – это два абсолютно разных по смыслу праздника, которые проходят практически в одно время. Так что вот так вот все и как раз, да, пересекается, пересекается у нас. Вот, поэтому вот это были традиционные блюда, которые готовили у нас. Я тоже не особо знала, что такое еврейская кухня, пока не выросла. Так что... Ну вот у меня, если честно, еврейская кухня ассоциируется вот именно вот с этой мацией, да. Больше я, к сожалению... Мацией. Больше я никаких блюд, моему стыду не знаю, Лизонька. Поэтому, в первую очередь, этот эфир полезен и для меня. Ну, смотри, мы с тобой хотели еще узнать, у наших дорогих подписчиков, что, в принципе, какие блюда, они знают, что для них армянская кухня, что для них еврейская кухня. Да, с чем ассоциируется. Да, мне было бы интересно, пожалуйста, дорогие наши зрители, напишите, пожалуйста, какие... Вот когда вы слышите слово армянская кухня, какие блюда приходят вам на ум? И когда вы слышите еврейская кухня, что вы представляете, какое блюдо вы знаете? Это очень интересно, мне кажется. А пока пишут, мы с тобой вспомним нашу историческую встречу у тебя дома. Я помню, что это было очень вкусно. Да, фалафель, чучела, долма. Я знаю, что армяне говорят «толма», да, правильно? Да, об этом я обязательно скажу, конечно, обязательно. В Армении говорят «толма». А расскажи пока, «толма», расскажи пока про «толму». Ну, «толма» это, я думаю, у большинства народов, да, ассоциируется именно армянская кухня с «толмой». Потому что в любом армянском ресторане подают это блюдо, да, и всем оно известно, по моему мнению. Ну, «толма», «тол» или «толи» это виноградная лоза, «ма» это рождённая. То есть рождённая от виноградной лозы. Вот такой именно идёт перевод. А что касается «толма», вот многие меня спрашивают, почему «толма»? Вот армянский перевод именно такой. А «толма», насколько я знаю, с перевода мусульманских языков, да, мусульманских народов, это всё-таки заполнять, заворачивать. И вот точно я не знаю вообще, к какому народу принадлежит это блюдо. Вот честно, я не люблю никогда спорить на эти темы, просто сейчас согласила перевод именно с армянского языка, и почему именно «толма». «Толма» имеет несколько видов, да, есть и в виноградных листьях, естественно, традиционная «толма», в капустных листьях, это с мясным фаршем. Также есть постная «толма», где, значит, заворачиваются бобовые культуры, как фарш в листьях квашеной капусты. И также ещё есть один вид, который я, кстати, обещала приготовить, это когда готовится фарш из жареного риса с добавлением специй, зелени и лимонного сока, всё это заворачивается в виноградные листья. Вот такая вот постная «толма» получается. Обещала, но не приготовила. Это очень вкусно. Это очень вкусно. Я хочу тебе сказать, что у нас есть прекрасный в Москве проект «Лилит», она армянка, московская армянка, она открыла для москвичей «толму» в широком, в широчайшем смысле этого слова. И мы в Москве наконец-то узнали, что «толмы» есть очень много вариантов. Да, так что мы теперь ждём открытия в Ереване ресторана еврейской кухни с фаршмаком. Было бы интересно на самом деле, да. Вот твоё «толмы» я давно хотела приготовить тоже. Я точно помню. Твои прямые эфиры с твоими песнями очень интересно. Но так и не приготовила. Обещала и опять же таки не приготовила. Ну ничего, ещё не вечер. Я хочу сказать, что пока ты говорила и, может быть, не очень следила за комментариями, я всё-таки читала. И я поняла, что армянская кухня всё-таки более известна. Но в основном всё, конечно, крутилось тоже вокруг «толмы» и вокруг «хаша». Хотя кто-то написал и «харувак». Но это шашлык, да, такой большой. Армянский. Да, видела «тывжижик». Я правильно произношу на армянском «тывжижик»? «тывжижик», «тывжижик». Да, это блюдо тоже есть у меня на страничке. Это блюдо тоже есть. Но самое интересное, да, что оно есть и у меня на страничке, потому что это блюдо тоже международное. И тоже имеет разные названия, имеет разные специи, имеет разное, может быть, немножко наполнение. Но одинаковый принцип. Там много ливера, мелкие кусочки, много специи. Я правильно говорю? Да, да, всё верно. Я вот читаю, пока ты говоришь, я тоже читаю. Интересно, что пишут, с чем ассоциируется еврейская и армянская кухни. Ну, еврейская кухня я почитала. 90% пишут форшмак, конечно. Ну, видишь, известное блюдо. Я бы могла бы, конечно, согласиться, да. Но это как раз тот стереотип, который, тот шаблон, который висит на еврейской кухне, как и, наверное, та же толма и хоруат, которые висят в армянской кухне. Нам кажется, что армяне едят чашлыки. Часто армянные блюда, поэтому... Я была в Армении, друзья, нет там хоруатца. Совсем другое отношение к мясу. Кстати, это очень интересная познавательная история. Если мы ездим в Армению первый раз, то нужно понимать, что в московском смысле этого слова никто вам мясо в Армении не подаст. В Армении подают полностью прожаренное мясо. Никаких там себе медиум-шмедиум. Полностью прожаренное мясо. Только я готовила медиум, дома, стейк настоящий. И как раз у мужа были друзья, в гостях. И они были просто в величайшем восторге. Ты открыла им вкус мяса. Да, на самом деле. Это в любом случае, так сказать, национальные особенности, потому что в еврейской кухне настоящей вы тоже не найдете никаких блюд, в которых остался вот этот вот мясной сок. Все должно быть полностью проготовлено. Поэтому тушеные блюда в основном являются национальными. Это тушеные блюда. Так же, как и в Армении, насколько я знаю. Совершенно верно. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И я всегда говорю на своих мастер-классах, что slow cook, медленную готовку, придумали не во Франции в 70-х годах, а 5 тысяч назад ее придумали евреи, потому что мы не можем готовить в шаббат. Я говорю сейчас о религиозных евреях, конечно же. Мы не готовим в шаббат, поэтому блюдо закладывается в пятницу вечером. И на температуре 50 градусов готовится сутки до субботнего обеда. Вот вам слово cook, вот откуда все пошло. Поэтому, когда мы говорим о какой-то современной кухне, всегда нужно посмотреть немножечко поглубже в те кухни, в историю, которые существовали. Совершенно верно. Так что, расскажи тогда нам, пожалуйста, что все-таки являются знаковыми на самом деле блюдами для армян. Да, несколько блюд выписала, на мой взгляд, самые такие основные, да, потому что, во-первых, я их готовлю очень часто. Все рецепты есть у меня на страничке, поэтому я могу с уверенностью рассказать их в прямом эфире. Вот про то мы уже поговорили. На втором месте у меня хаш. Это тоже традиционное армянское блюдо, которое в дальнейшем распространилось по Кавказу, по всему Кавказу. И хочу сказать, что это блюдо готовится из говяжьих ножек, долго варится до состояния уже разваренного мяса, когда оно отделяется от кости. Это подается обычно утром в холодное время года и добавляется уже непосредственно в порцию, да, что там, чеснок, соль и крошится сухой лаваш. Это очень вкусное блюдо, очень полезное. А полезно оно для суставов, для костей. Конечно, там желатин. Есть такая легенда, что в древности, когда богатые покупали животное, ноги они отдавали бедным. И бедные всю ночь варили эти ноги, ели рано утром этот хаш, чтобы никто не узнал, насколько вкусно это блюдо. Но все-таки до богатых дошла эта новость, и вот так уже распространилось, и до сих пор готовят это блюдо все армяне. И очень-очень любят. Так что вот такое блюдо мы тоже очень часто готовим. И у нас, так же, как и в семье моего папы, готовят мужчины. Вот у меня папа готовит хашпалин на Канске, очень вкусный, наваристый. В нашей семье готовил всегда свекор. Сейчас готовит муж. Свекор уже что-то со стороны подсказывает. Вот. Меня никогда не подпускают к этому процессу, потому что говорят, это не женское блюдо. Это, хочу сказать, единственное блюдо, да, точно так же, как и шашлык, когда готовит только мой муж. Все остальное готовлю я. Ну, это прекрасно. Надо же дать... Ты понимаешь, на самом деле, просто мужчины не понимают, что это мы даем им возможность показать себя на кухне, а не они нас отпихивают. Но пусть им будет приятно, пусть они думают, что это такое фирменное мужское блюдо, которое женские руки никогда не смогут приготовить. И ради бога. Да. Мне бы еще очень хотелось поговорить о гостеприимстве Армении, как за Кавказией, и Кавказом в целом. Но я думаю, для всех не секрет, да, что кавказские народы очень гостеприимные. Лиза, как ты вообще можешь прокомментировать это? Я подтверждаю. Я могу прокомментировать. Вы знаете, да, вот если вам нужен комментатор по этому поводу, это ко мне. Потому что единственное место, где я вообще услышала всю свою жизнь. Мы счастливы, что вы к нам приезжаете, вы туристы к нам приезжаете. Я слышала только в Ереване. Каждый водитель такси, пусть мне потом скажут, что это лицемерие, что это выпрашивание там, ну, каких-то, может быть, чаевых. Нифига, понимаете? Вообще ничего подобного. Все, что говорится о душе. Конечно, говорится абсолютно от души, принимали абсолютно от души. Совершенно искренне любят очень русских, особенно старшее поколение. Да, наверное, уже ваша молодежь, ну, скажем так, те, кому сейчас там лет 20, может быть. Более современные, ближе к Европе. Они уже ближе к Европе, они уже не выросли в СССР. Но те, кто помнят еще, так сказать, наше общее все, то, конечно, это просто идеальное вообще. Это идеальное место, где ты уже даже начинаешь себя неловко чувствовать, потому что ты говоришь, а что я такого сделал, что меня так принимают? Ты просто приехала в Армению, посетила. Я просто приехала в Армению, и я очень хочу туда вернуться. И я надеюсь, что... А я бы в Москву еще раз приехала, потому что за 5 дней я не успела увидеть всю Москву. К сожалению, не успела побывать в интересных местах. Очень многие приглашали и в гости, и в свои рестораны. Но у нас много друзей, на самом деле, в Москве, и в гостинке тоже есть. Ну, вот не получилось. Поэтому очень бы хотелось снова приехать. Москва тоже все еще стоит. Боже, я просто листаю комментарии, почему-то они у меня сами не передвигаются. Нет, у меня идут они по очереди. У меня, да, идут-идут, но почему-то останавливаются периодически. Так что я хочу вам сказать, что если вы еще ни разу не были в Армении, обязательно приезжайте, приезжайте с открытым сердцем, с открытым желудком. Не запланированную рекламу делаем. Да, вы знаете, мне кажется, что гостуризм или как это, армян-туризм и рус-туризм, они нам просто должны доплачивать на этот прямой эфир, потому что я действительно рекомендую... Все, что делаем, все делаем от души, и здесь никакой конечной. Абсолютно, от чистого сердца. Очень бы хотелось, чтобы народы сближались. У меня на самом деле, так как я древний блогер в Инстаграм, у меня всегда была цель, чтобы многие русские и другие национальности, те, кто мало знаком с Арменией, с армянами в частности, узнавали больше интересного об этой культуре, об этой нации, и было желание посетить эту страну. На самом деле, мне здесь никакой выгоды коммерческой нет, это, естественно, я обычный блогер, но просто мне так хочется, чтобы все узнали, что я живу в прекрасной стране, чтобы тоже познакомились, познакомились и имели представление. То, что здесь красиво, здесь добрый народ, здесь получаешь колоссальные, непередаваемые эмоции, когда приезжаешь. У меня многие подписчики пишут, кто приезжал до того, как со мной познакомился, кто был со мной уже знаком, следил за моим Инстаграмом, и у него появилось желание, он приехал, посетил Армению, что особо мне дорого и приятно, что я являюсь человеком, который способствовал на то, чтобы люди пожелали посетить мою страну, где я живу. Ты амбассадор, амбассадор Еревана. Я хочу сказать, что когда ты проезжаешь по Еревану и из окна машины снимаешь эти улицы, по которым я тоже ходила, я прям вот, у меня сердце, не кровью обливается, это неправильное выражение, но, в общем, короче, я прямо рвусь. Я говорю, вот я же знаю этот угол, потому что мы жили с моей подругой. Вот ты представляешь, ты была в Армении две недели, и у тебя уже сердце разрывается, когда ты видишь, да, эти улицы. Да, согласна. А представляешь моих подписчиков, которые живут за границей, которые под 20-30 лет не были в Армении, и многие мне пишут, когда я, допустим, снимаю некоторые улицы, пишут, ой, Кристина, вы показали ту улицу, по которой я каждый день ходила там в школу или на работу, или иногда бывает, что я показываю даже дом. Ты представляешь, какие эмоции люди получают, видя эти кадры? Я, как человек, который 20 лет прожил за границей, я прекрасно себе это представляю, конечно, всегда хочется увидеть. А Армяне, что мы говорим, Армения – это офис, да, мы раскиданы, Армяне по всему свету, так же, как евреи раскиданы по всему свету. Конечно же, да, у нас в любом случае есть где-то малая родина, то, что мы называем, и нам, конечно, очень приятно, и сейчас, когда диджитал и мир Инстаграма так процветает, мы всегда, у нас намного больше шансов увидеть свой родной уголок, чем раньше, только там, не знаю, в программе «Время» где-нибудь можно было кусочек Москвы захватить. Так что вот, ну, теперь, наверное, моя очередь, да, развеивать мифы о израильской кухне, я хочу сказать, что развеивать миф о кухне я могу очень долго, вы меня остановите, потому что это моя профессия, это мой конек, это та тема, на которой я специализируюсь. Так вот, когда мы говорим о еврейской кухне, в современном ее понятии, мы сейчас ее разделяем на еврейскую и на израильскую кухни, потому что это две абсолютно несвязанных, ну, так сказать, несвязанных между собой культуры, культуры еды, которые сейчас на настоящий момент существуют. И когда мы говорим форшмак, то та кухня, которую вы знаете, форшмак, и форшированная рыба, и тот бульон в кнедлах из массе, о котором мы говорили, и кисло-сладкое мясо, это все еврейская, шкенадская кухня, кухня евреев, которые жили на европейской части, на европейской части суши, чего в Евразии, так сказать, материка. То есть это все евреи, которые Германия, Чехия, прибавка, присоединившиеся к ним, русские, Украина, Беларусь, вот это все, вот это вот местечковая кухня, ашкенадская, которая существовала, в ней много меда, в ней много жира, жира хорошего, я имею в виду, потому что это гуси, это утки, это очень полезный жир. Я впервые, кстати, знала о гусином жире из программы, которую ведет Джейми Оливер, он, по-моему, посещал тогда то ли Францию, то ли Италию, и вот оттуда он повзаимствовал, да, рецепт гусиного жира, который, я знаю, он часто готовит сейчас. Гусиный жир идеален, и те самые ножки конфи, которые, столб французской кухни, это когда утка тушится в собственном же утином жиру, который вы собираетесь от других ножек. И когда люди, которые не понимают в кухне, да, они не понимают в кухне, они не понимают гастрономии, они приходят в рецепт конфи и начинают плеваться, фу, это же жир, а вы считали калории, мне хочется просто вот этих людей, ну, я не знаю, сковородка греть по голове, потому что это полезные жиры, которые вытопились из этой же утки, в них же она тушится. Утка, конечно, она ни грамма не берет больше жира, чем в ней уже есть, поэтому меня очень расстраивает, когда люди, абсолютно не интересующиеся гастрономией, процессами физическими и химическими, что-то пытаются, так сказать, на вековую историю накатить в свою ппшную бочку, скажем так. Ну, ладно, это я уже унесла, меня в другую сторону, так что вот, вот есть вот такая часть кухни, которая еврейская, шкенадская, она очень мало изучена, она мало известна широкому кругу людей, очень жаль, и я сейчас как бы делаю все для ее популяризации, по крайней мере, в Москве, прилегающей к Москве регионам, и есть израильская кухня, израильская кухня, это вот тоже тот камень пресновения, потому что я уже видела, конечно, комментарии, что Долма это не Армения, что Хаш это там другая страна, точно так же мы в Израиле воюем за хумус, за фалафель, за иерусалимскую смесь, этот вот самый ты вжив-жив-жик, который, вот, тоже со всех сторон нам рассказывают, что это не наша кухня. Друзья, она не может быть не наша, потому что евреи, приехавшие из Сирии, из Ливана, из Марокко, из Туниса, они все привезли, вот в этот маленький Израиль, привезли свои национальные блюда. И никто не знал в мире про фалафель, пока его не возвели в культ личности, так сказать, фалафеля в Израиле. И только в Израиле фалафель начали готовить из нута, и поэтому израильтяне абсолютно на полных правах могут считать это своим национальным блюдом, но дело в том, что у этой кухни, у израильской кухни, как и, кстати, у многой кавказской и арабских кухонь, у них нет первоисточника. Ливан недавно заявил свои права на хумбус и ЮНЕСКО, ему отказали, потому что нет, нигде исторических упоминаний, они не найдены на то, что это блюдо родилось у вас. И когда Армения получила право на лаваш, это значит, что кто-то когда-то имел, так сказать, соображение и записал это в какие-то там скрижали, которые можно было потом прочитать и сказать, да, лаваш это армянское блюдо. Точно так же с Израилем эти споры ведутся вечно, не дай бог, вы скажете, хумус, на вас навалится миллион, триллион людей, которые сообщат, что это не твоя кухня и вообще рядом с нами не стояло. Или ламадё тоже. Да, 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 я никогда не вступаю в споры, я просто беру это блюдо и готовлю. И готовлю. Всё, всё, если вам интересно, вы можете тоже приготовить, познакомиться со вкусом, да, что-то новое для себя. И всё. Не люблю я споры, если честно. Я в каждом споре, когда определённая нация высказывает, что это его блюдо, а не твоё, да, как ты вроде бы пишешь или говоришь об этом, естественно, присутствуют нотки, как сказать, ну, агрессии, что ли, я не знаю. Я не люблю никогда спорить, я всегда остаюсь при своём мнении. Вот. Всегда, когда начинается спор, люди могут друг друга обижать, и это не совсем хорошо, я считаю. Я не считаю, что я что-то такое делаю, когда готовлю пахлаву, когда готовлю гату, или когда говорю толма, а не долма. Если она толма, в Армении у армян, почему я должна говорить долма, правильно? Я от тобой полностью согласна, я вообще считаю, что... Да, Лизинка, извини, но при этом я не говорю, что толма, это 100% армянское национальное блюдо. Я не могу это утверждать. Хотя я всё-таки думаю, что армянское. Но я нигде это не говорю и ни с кем не спорю. Вот это моя позиция в плане кухни. Я думаю, что едой нужно дружить, а не спорить. Да, на самом деле, а не спорить и доказывать своё. Потому что это совершеннейший... Мне кажется, что спорить о происхождении блюд, об этническом происхождении блюд, это уже последнее, что можно сделать, когда уже все вопросы решены, и можно подумать, у нас других бед нет в мире, кроме как спорить, кто первый придумал лаваш или кто первый придумал пумус. Тем более сейчас. Да, тем более сейчас. Тем более сейчас. Когда есть более серьёзные проблемы, которые мы не можем решить своими силами. Да, мы просто сидим и ждём, что с нами будет дальше. Вот так скажем. Ну, не будем сейчас о грустном, лучше всё-таки что-нибудь весёлое. Вот кстати, пожалуйста. Оно и не грустное. Оно и не грустное. Оно и не грустное. Да. Лиза... Я бы хотела ещё продолжить тему гостеприимства и сказать, что издревле вообще у армян трапеза всегда проходила в кругу друзей. И друг на армянском энкейш переводится как «есть вместе». Вот очень интересная такая тема. И ты сама, так как мы близко с тобой общаемся, ты знаешь, что в нашей семье очень принято приглашать друзей, принимать. У нас часто бывают гости. Поэтому, когда вы видите, что Кристина Гамлета, она часто готовит и в больших количествах, вы не думайте, что это только для семьи. Мне просто иногда пишут, а вы почему так много готовите? Неужели вы всё это съедаете? Ну, на самом деле, у меня вообще-то у детей хороший аппетит, несмотря на то, что они стройные в меня. Они не пошли, слава богу, им повезло. Вот. И у нас часто бывают гости, поэтому мне приходится готовить много, всего интересного. Я люблю, когда гости у нас получают колоссальное удовольствие не только от пищи, но и от компаний. Мы всегда проводим хорошие трапезы, так сказать, которые всегда сближаются, так сказать. Это правильно, это правильно. Да. И ещё скажу, расскажу один секрет, да, исторический, что Армяне – это единственная нация, у которых был бог гостеприимства по имени Ванатур. Вот такой интересный факт из истории. Это всё сказано, теперь мы знаем, почему самая гостеприимная нация. Спрашивают там, почему-то сколько у нас детей, у нас по двое детей, я отвечу, у Кристины сын и дочка, у меня две девочки. Так что, когда-нибудь мы встретимся все вместе. Да. И заказываем большое, большое застолье. С удовольствием. У нас уже 33 минуты эфира, то есть есть ещё полчаса, чуть меньше, так что можем поговорить о блюдах, да, ещё о чём-нибудь, или вы задавайте нам вопросы какие-нибудь, ответьте на ваши вопросы. Я ещё несколько блюд выписала, не знаю, если будет интересно, я могу рассказать. Расскажи, расскажи, пожалуйста, да, расскажи, потому что не все же всё-таки, вот мы сказали, что, да, основные блюда мы назвали, но вот Спас, например, очень интересный суп. Я его случайно попробовала в Армении, он у меня не был запланирован, но я пришла в гости к шефу. Я часто готова. И в его ресторан, да, и он меня угостил, и это было прям очень... Да, вот, кстати, какое блюдо любимое? Давай про Спас, а потом про любимое блюдо, потому что у нас был такой вопрос. Ну вот сейчас, да, так как весна, и вообще в армянской кухне очень много именно сезонных блюд, и сейчас вот в это время, в этот период у нас очень много на рынках именно вот зелень, которую собирают в горах, растения, да, такие очень полезные. Я показывала уже в сторис, это и Сибех, на русском Резак, и Мандак, Хризантема, и Харивурук, на русском Пастернак, если не ошибаюсь. И всю эту зелень мы часто сейчас покупаем, готовим, то есть это кладезь витаминов, и, в общем, очень интересно. И что говорить, если говорить о Спасе, то вообще Спасе, это кисломолочный продукт, который готовится из Мацуна, а Мацун это натуральный йогурт, тоже есть у меня на страничке. И также Спас готовится из Мацуна, и добавляется пропаренная пшеница Дзаварь. Если будет интерес приготовить этот суп, то Дзаварь, я думаю, можно будет купить в любом армянском магазине. Вот. И сейчас, когда мы покупаем эту зелень сезонную, я добавляю уже вместо кинзы, вот традиционную, да, Спаса, когда в конце добавляется кинза, сейчас я уже добавляю и Мандак, и Харивурук, и вот Сибех, очень вкусно получается, и очень полезно. Вот. Что касается Спаса. Кристина, какие специи, вот, был такой вопрос интересный, какие специи больше всех пользует армянская кухня, потому что, например, я тут для всех подписчиков, случайно для себя, открыла сумах. Почему-то никто у нас на территории, на территории не знает, что такое сумах. И все... Сумах, это по сути... Нет, ну как бы вот это мы относим к израильской кухне, а если что-то армянская, какая-то прям магическая специя, которые все знают, что, вау, это в Армении. Ты знаешь, наверное, скажу так, в армянских специях больше присутствует сушеная зелень, нежели какая-то специя, да, определенная. Ну вот у меня муж, допустим, любит толму с капустными листьями, когда я в фарш добавляю чанах. Вот это, наверное, единственная специя, и то ее очень-очень немножко нужно добавить. Ее же добавляют, вот, когда бастурму обмазывают специальной смесью, вот как раз там и находите этот чанах. Он такой резкий запах имеет, очень приятный, но его нужно очень немного добавлять. Вот, и если в грузинской кухне мы часто замечаем, что добавляется хмели-сунели, уцхо-сунели, в армянской кухне больше всего используют такие сушеные травы, как титрон на армянском, чабер, урц на армянском, а на русском это чабрец, и базилик, конечно же, вот это вот три такие зелени, да, сушеные, которые мы часто используем именно в мясных блюдах или в каких-то супах постных. Мои подписчики, те, кто наблюдает за мной в сторис, они уже знакомы с этими специями. Это прекрасно, потому что в любом случае всегда интересно, что используются. Хотя мне кажется, что сейчас, когда нам доступно все практически, уже нет таких границ между специями, все используют такой международный состав, да, у нас у всех есть травы, розмарин, орегано и прочее. Слушайте, я неправильно сказала чаман, а я чанах сказала чаман. Ты знаешь, я тебя могу простить, меня нигде не задело, пусть будет так. Нет, ну все равно нужно себя поправить. лучше поздно, чем никогда. Это правильно, конечно. Чаман добавляю, у меня его много, так что хватит надолго. Ну вот я хочу сказать, что что касается специи, то пока я не начала заниматься израильской кухней, плотно пока я не начала вести мастер-классы, у меня классический набор специи, это был соль и перец. И в принципе не было так модно в средней полосе России использовать большое количество каких-то специй, потому что все-таки в Армении, в Грузии, ну в Кавказке странах, где вы выросли на этих специях, конечно же, вы их использовали, ну как мы, соль и перец. Но сейчас я уже тоже рада, что разные-разные приправы приходят и в российские дома, так сказать, в среднюю полосу. Единственное, что мы только учимся их использовать, потому что обычно хозяйки просто всыпают все в кучу, совершенно не думая, подходят ли они друг другу или нет. Ну ты знаешь, в армянской кухне все же, я тоже добавлю, что используется в основном соль в больших количествах, это тоже нужно подчеркнуть, и перец красный и черный, вот в основном, потому что все-таки армянам нравится вкус самой еды, чтобы он был ощутим хорошо, потому что все-таки в Армении хорошие продукты, будь то мясо или овощи свежие, поэтому армяне не любят много приправлять, чтобы вот сам вкус блюда и продукта ощущался хорошо. Я с тобой полностью согласна, полностью согласна. В любом случае мы должны добавлять столько специй, чтобы они подчеркивали вкус блюда, а не перебивали. Пришел вопрос про сумах, как раз сумах мы используем и для маринования птицы, например, мы используем его, конечно же, в соусе шакшука, мы используем сумах, он дает кислинку, он дает кислинку, и вы можете заменить им лимон, но не в таких пропорциях, то есть если у вас написано в один четверть лимона и вы жмете сок, вы, конечно, не сможете заменить его полностью сумахом, но это очень интересная специя, и, кстати, нужно сказать, что сумах постоянно путают с молотым гранатом, друзья, сумах и молотый гранат это две разные специи, то, что они очень похожи по вкусу, это правда, но не дайте себя обмануть, не дайте себя ввести в заблуждение, если у вас нет сумаха, вы можете использовать молотый гранат, только, пожалуйста, не называйте его сумахом. Лиза, знаешь, почему путают? Потому что многие прибегают к такой хитрости и сумах мешают с этим сушеным протертым порошоком гранатом, да, молотым. Согласна, согласна. Да, думают, что это именно молотый гранат, да, корочки граната. Да, я согласна. Лиза, кстати, заметила вопрос, есть ли в еврейской кухне выпечка, вернее, какая именно выпечка есть в еврейской кухне, тоже мне очень интересно. Да, рассказываю, значит, к сожалению, как мы уже сказали, мы разделили с вами израильскую кухню, которая относится ко всей ближневосточной кухне, и все блюда у вас на фуку, хумус, фалафи, и прочее, бла-бла-бла, и еврейскую кухню. Еврейская кухня, это кухня традиционная, та, которая естся еврейским народом на праздники, и вот, к сожалению, до нас исторически дошли только праздничные блюда в основном, у нас очень мало блюд, мы не можем сказать, что ели евреи каждый день, мы не можем сказать, какое блюдо евреи ели каждый день, но мы можем сказать, что они ели на праздники. Так. Всем привет! Всем привет! 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 моя дорогая! Барев дзест! Барев дзест! А как на еврейском? Здравствуйте! Шалом! Шалом! Точно слышите, но точно же, да, забыла. Да. Ребят, как нас слышно? Ответьте, пожалуйста. Вот, отлично слышно и видно, пишут. Спасибо большое. Ага, все, хорошо видно и слышно. Лиза, ну давай, наверное, огласим снова тему нашего эфира. Да, давай. Тема эфира у нас еврейская и армянская кухни, нашу дружбу между нашими народами, наши с тобой любимые блюда, которые мы помним с детства. Я думаю, что наш эфир будет очень интересным и в первую очередь всем, кто не до конца знаком с нашими национальными кухнями. Именно это была, этим была наша цель, да? Чтобы познакомить тех, кто не знаком с этими интересными и древними кухнями, если можно так сказать. Однозначно. Я волнуюсь немножечко, друзья мои, ты не волнуйся, ты не волнуйся. Давай мы еще одну минутку займем внимание наших гостей и скажем, что у нас не ответы на вопросы сегодня, вы можете писать нам комментарии, но мы, к сожалению, читать не будем в полном объеме, а только то, что мы успеем пробежать глазами, потому что у нас с тобой сегодня повествовательный эфир, правильно я говорю? Да, все верно, конечно. Так что мы будем очень рады комментариям по теме и оставим за кадром все другие комментарии, которые вы потом сможете у нас спросить в дирекции, в личном. Правильно? Да, Лиза, ну давай представим друг друга нашим подписчикам, да, кто сейчас нас смотрит. Давай. Хочу сказать, что с Лизой мы познакомились где-то два года назад в Инстаграм, и в прошлом году Лиза, посетив Армению, приезжала ко мне в гости. У нас состоялась замечательная встреча, мы замечательно провели время, познакомились ближе, и я очень рада нашему знакомству, Лиза. Я тоже, я очень рада, что состоялась Армения, состоялись эти гости, так сказать, в вашем доме. Мне было очень приятно, мы об этом еще неоднократно скажем в этом эфире, а сейчас давай просто чуть-чуть, каждая расскажет о себе. Я начну? Я хочу сказать, что мы совершенно не подготовились к прямому эфиру, все совершенно спонтанно, так что, вот поэтому я и волнуюсь. Ну, хочу рассказать о себе, тем, кто еще со мной не знаком. Я родилась в России, в Иркутской области, город Ангарск, наполовину армянка, мама у меня русская, папа армянин, вот, и в Армении живем с 2011 года, переехали жить с родителями, так сказать, мужа, вот он принял такое решение, чтобы родители не оставались, так сказать, на старость лет, да, одни, чтобы видели, как растут их внуки, чтобы невестка была рядом, ухаживала, вот это была цель нашего переезда, и мы ни на секунду за все эти 9 лет никогда не пожалели. Так что, живем большой армянской семьей. Это очень прекрасно, очень прекрасно, у вас великолепный дом, очень душевный, но, собственно, я думаю, что все твои подписчики это видят прямо на, из твоих сторис, это черпают всю атмосферу своего дома. Меня зовут Елизавета Фрайман, я жила до 19 лет в славном городе Воронеже, потом я уехала в Израиль, из Израиля я уехала во Францию, и 9 лет назад я вернулась обратно в Россию, и сейчас живу в Подмосковье. Я специалист по еврейской и израильской кухне, это мое основное направление, но, конечно же, дома мы готовим и другие блюда, не нужно думать, что является специалистом в какой-то кухне, что мы готовим день и ночь какие-то национальные блюда, конечно же, нет, конечно же, нет. Так что все кухни нам открыты. Да, ну, я бы хотела сказать от себя, что национальная кухня это не только еда, а прежде всего часть культуры и менталитета нации, поэтому, когда я хочу познать, узнать поближе другой народ, я прежде всего изучаю его национальную кухню. Однозначно, это очень большой пласт, и когда я была в Армении, кстати, мы встречались с вашим великим шефом Цедраком Мамуляном, он сказал такую фразу, я тебе уже говорила, память вкуса, мы можем даже не знать, к какой национальности мы принадлежим, но память вкуса, те блюда, которые готовили наши пра-пра-пра-пра-пра, и уже ближайшие поколения, они как раз могут привести историков непосредственно к твоей нации, к твоей культуре, потому что эти блюда пронесли через года, через века, абсолютно даже не зная, откуда пошло, откуда началось это все, откуда все взялось. И вот, кстати, у меня тоже такой вопрос хочу обсудить, вот в детстве ты помнишь, что готовила твоя мама из еврейской кухни? Меня закрывают комментарии, я вот так вот сдвинусь, вот так. У тебя все равно видно, Миза. Да, свое лицо. Если честно, мама у меня готовила в основном русскую кухню, когда я была в гостях у папы на каникулах, естественно, я пробовала армянскую кухню, поэтому у меня вот, знаешь, такое, и армянская кухня у меня из детства, и русская. Неважно, ну какое-то блюдо наверняка, вот ты помнишь, готовили дома, да, из армянских кух, ну, папа готовил, что-то же было. Армянская, естественно, все традиционные блюда, конечно, это и хаш, и толма, и различная выпечка, все это помню, как сейчас, обожаю все это готовить. Это очень важно. Я помню, у нас дома из всех еврейских традиций, ну, евреи, в отличие от армян, все-таки были всегда под запретом до последних каких-то там десятилетий, ну, скажем так, до конца 80-х годов, поэтому все это сделалось очень втихую, очень все из уст в уста передавалось, и я помню, что маца, на большой праздник, в Пейсах, маца доставлялась, просто по знаку смертной казни, по нескольку листочков мацы доставлялась в каждой семье, и мы готовили, конечно, вот эти вот шарики, кнейдалах из мацы с куриным бульоном, и так я знала, что у нас выступил Пейсах. Из пресного теста готовится. Это пресное, да, это такое изделие из пресного теста, где только мука и вода, вот эти тоненькие-тоненькие полосочки, вот такими вот запекались, их крошили, и делали из них кнейдалах такие пышные шарики, которые варились в курином бульоне. Мама делала, да, мама, конечно, делала карпа тушеного, мы не делали фаршированную рыбу, делали карпа тушеного, и вот так я знала, что есть такой праздник, мы его назвали еврейская Пасха, да, вот, соответственно, Пейсах, еврейская Пасха, мы говорили, хотя Пейсах и Пасха, это два абсолютно разных по смыслу праздника, которые проходят практически в одно время. Так что, вот так вот все и как раз, да, пересекается, пересекается у нас, поэтому вот это были традиционные блюда, которые готовили у нас. Я тоже не особо знала, что такое еврейская кухня, пока не выросла. Так что... Ну вот у меня, если честно, еврейская кухня ассоциируется вот именно вот с этой мацией, да? Больше я, к сожалению... Да, мацией. Больше я никаких блюд, моему стыду не знаю, Лизонька, поэтому в первую очередь этот эфир полезен и для меня. Ну, смотри, мы с тобой хотели еще узнать у наших дорогих подписчиков, что, в принципе, какие блюда, они знают, что для них армянская кухня, что для них еврейская кухня. Да, с чем ассоциируется. Да, мне было бы интересно, пожалуйста, дорогие наши зрители, напишите, пожалуйста, какие... Вот когда вы слышите слово армянская кухня, какие блюда приходят вам на ум? Да. И когда вы слышите еврейская кухня, что вы представляете, какое блюдо вы знаете? Это очень интересно, мне кажется. А пока пишут, мы с тобой вспомним нашу историческую встречу у тебя дома. Я помню, что это было очень вкусно. Да, фалафель, чучела, долма. Я знаю, что армяне говорят полма, да, правильно? Да, об этом я обязательно скажу, конечно, обязательно. В Армении говорят... А расскажи пока. Толма. Расскажи пока про толму. Толма, это, я думаю, у большинства народов, да, ассоциируется именно армянская кухня с толмой. Потому что в любом армянском ресторане подают это блюдо, да, и всем оно известно, по моему мнению. Ну, толма, тол или толи, это армянская... виноградная лоза, ма, это рождённая, то есть рождённая от виноградной лозы. Вот такой именно идёт перевод. А что касается толма, вот многие мне спрашивают, почему толма, да, вот армянский перевод именно такой, а долма, насколько я знаю, с перевода мусульманских языков, да, мусульманских народов, это всё-таки заполнять, заворачивать, и вот точно я не знаю вообще, к какому народу принадлежит это блюдо. Вот честно, я не люблю никогда спорить на эти темы, просто сейчас согласила перевод именно с армянского языка, и почему именно толма. Толма имеет несколько видов, да, есть и в виноградных листьях, естественно, традиционная толма, в капустных листьях, это с мясным фаршем. Также есть постная толма, где, значит, заворачивается бобовые культуры, как фарш в листьях квашеной капусты, и также ещё есть один вид, который я, кстати, обещала приготовить, это когда готовится фарш из жареного риса с добавлением специй, зелени и лимонного сока, всё это заворачивается в виноградные листья, вот такая вот постная толма получается. Обещала, но не приготовила. Это очень вкусно, я хочу тебе сказать, что у нас есть прекрасный в Москве проект Лилит, она армянка, московская армянка, она открыла для москвичей толму в широком, в широчайшем смысле этого слова, и мы в Москве наконец-то узнали, что толмы есть очень много вариантов, да, так что мы теперь ждём открытия в Ереване ресторана еврейской кухни с фаршмаком. Было бы интересно на самом деле, да, вот твою в Ереване я давно хотела приготовить тоже. Я точно помню, твои прямые эфиры с твоими песнями, очень интересно, но так и не приготовила. Обещала и опять же так и не приготовила. Ну ничего, ещё не вечер. Я хочу сказать, что пока ты говорила и может быть не очень следила за комментариями, я всё-таки читала, и я поняла, что армянская кухня всё-таки более известна, но в основном всё, конечно, крутилось тоже вокруг толмы и вокруг хаша, хотя кто-то написал и хоровак, но это шашлык, да, такой большой. Армянский. Видела, да, видела ты в жижик, я правильно произношу армянский? Ты в жижик, ты в жижик, да, это когда... Ты в жижик. Да, это блюдо тоже есть у меня на страничке. Это блюдо тоже есть, но самое интересное, да, что оно есть и у меня на страничке, потому что это блюдо тоже международное и тоже имеет разные названия, имеет разные специи, имеет разное, может быть, немножко наполнение, но одинаковый принцип, там много ливера, мелкие кусочки, много специй, я правильно говорю? Да. Да, все верно. Я вот читаю, пока ты говоришь, я тоже читаю, интересно, что пишут, с чем ассоциируется еврейская и армянская кухни. Ну, еврейская кухня я почитала, 90% пишут форшмак, конечно, и я бы могла бы, конечно, согласиться, да, но это как раз тот стереотип, который, тот шаблон, который висит на еврейской кухне, как и, наверное, та же толма и хоруат, в которой висят на армянской кухне. Нам кажется, что армяне едят чесноки, друзья, я была в Армении, друзья, нет там хоруатца. Совсем другое отношение к мясу, кстати, это очень интересная познавательная история, если мы ездим в Армению первый раз, то нужно понимать, что в московском смысле этого слова никто вам мясо в Армении не подаст, в Армении подают полностью прожаренное мясо, никаких там себе медиум-шмедиум, полностью прожаренное мясо. Только я готовила медиум, дома, стейк настоящий, и как раз у мужа были друзья в гостях, и они были просто в величайшем восторге. Ты открыла им вкус мяса, да. Да, на самом деле. Это в любом случае, это остается национальной особенностью, потому что в еврейской кухне настоящей вы тоже не найдете никаких блюд, в которых остался вот этот вот мясной сок, все должно быть полностью проготовлено, поэтому тушеные блюда в основном являются национальными, то есть тушеные блюда, так же, как и в Армении, насколько я знаю. Совершенно верно. Попраздняется, если я ошибаюсь. И вот, да, и я хочу, я всегда говорю на своих мастер-классах, что slow cook, медленную готовку, придумали не во Франции в 70-е годы, а 5 тысяч назад ее придумали евреи, потому что мы не можем готовить в шаббат. Я говорю сейчас о религиозных, да, евреях, конечно же. Мы не готовим в шаббат, поэтому блюдо закладывается в пятницу вечером, и на температуре 50 градусов готовится сутки до субботнего обеда. Вот вам slow cook, вот откуда все пошло. Поэтому, когда мы говорим о какой-то современной кухне, всегда нужно посмотреть немножечко поглубже все кухни в историю, которые существовали. Совершенно верно. Расскажи тогда нам, пожалуйста, что все-таки являются знаковыми на самом деле блюдами для армян. Да, несколько блюд выписала, на мой взгляд, самые такие основные, да, потому что, во-первых, я их готовлю очень часто, все рецепты есть у меня на страничке, поэтому я могу с уверенностью рассказать их в прямом эфире. Вот про то мы уже поговорили. На втором месте у меня хаш, это тоже традиционное армянское блюдо, которое в дальнейшем распространилось по Кавказу, по всему Кавказу. И хочу сказать, что это блюдо готовится из говяжьих ножек, долго варится до состояния уже разваренного мяса, когда оно отделяется от кости. Это подается обычно утром в холодное время года и добавляется уже непосредственно в порцию, да, что там, чеснок, соль и крошится сухой лаваш. Это очень вкусное блюдо, очень полезное. А полезно оно для суставов, для костей. Конечно, там желатин. Есть такая легенда, что в древности, когда богатые покупали животное, ноги они отдавали бедным. И бедные всю ночь варили эти ноги, ели рано утром этот хаш, чтобы никто не узнал, насколько вкусно это блюдо. Но все-таки до богатых дошла эта новость, и вот так уже распространилось, и до сих пор готовят это блюдо все армяне, и очень-очень любят. Так что вот такое блюдо мы тоже очень часто готовим. И у нас, так же, как и в семье моего папы, готовят мужчины. Вот у меня папа готовит хашпалин на Канске, очень вкусный, наваристый. В нашей семье готовил всегда свекор, сейчас готовит муж. Свекор уже что-то со стороны подсказывает. Вот, меня никогда не подпускают к этому процессу, потому что говорят, это не женское блюдо. Это, хочу сказать, единственное блюдо, да, точно так же, как и шашлык. Когда готовит только мой муж. Все остальное готовлю я. Ну, это прекрасно, надо же дать... Ты понимаешь, на самом деле, просто мужчины не понимают, что это мы даем им возможность показать себя на кухне, а не они нас отпихивают. Но пусть им будет приятно, пусть они думают, что это такое фирменное мужское блюдо, которое женские руки никогда не смогут приготовить, и ради бога. Да, мне бы еще очень хотелось поговорить о гостеприимстве Армении, как за Кавказией и Кавказом в целом. Но я думаю, для всех не секрет, да, что кавказские народы очень гостеприимные. Лиза, как ты вообще можешь прокомментировать это? Я могу прокомментировать, вы знаете, да. Вот если вам нужен комментатор по этому поводу, это ко мне. Потому что единственное место, где я вообще услышала всю свою жизнь. Мы счастливы, что вы к нам приезжаете, вы туристы к нам приезжаете. Я слышала только в Ереване. Каждый водитель такси, пусть мне потом скажут, что это лицемерие, что это выпрашивание там, ну, каких-то, может быть, чаевых, нифига, понимаете? Вообще ничего подобного. Все, что говорится о душе. Все, как говорится абсолютно от души, принимали абсолютно от души. Совершенно искренне любят очень русских, особенно старшее поколение. Да, наверное, уже ваша молодежь, ну, скажем так, как те, кому сейчас там лет 20, может быть, они уже ближе к Европе. Они уже ближе к Европе, они уже не выросли в СССР. Но те, кто помнят еще, так сказать, наше общее все, то, конечно, это просто идеальное вообще. Это идеальное место, где ты уже даже начинаешь себя неловко чувствовать, потому что ты говоришь, а что я такого сделал, что меня так принимают? Ты просто приехала в Армению, посетила. Я просто приехала в Армению, и я очень хочу туда вернуться, и я надеюсь, что... А я бы в Москву еще раз приехала, потому что за пять дней я не успела увидеть всю Москву. К сожалению, не успела побывать в интересных местах. Очень многие приглашали и в гости, и в свои рестораны. Но у нас много друзей, на самом деле, в Москве, и в Москве тоже есть. Ну, вот, не получилось. Поэтому очень бы хотелось снова приехать. Ну, ничего. Москва тоже все еще стоит. Боже, я просто листаю комментарии, почему-то они у меня сами не передвигаются. Нет, у меня идут они по очереди. У меня, да, идут, идут, но почему-то останавливаются периодически. Так что я хочу вам сказать, что если вы еще ни разу не были в Армении, обязательно приезжайте, приезжайте с открытым сердцем, с открытым желудком. Такую рекламу, да, делаем? Незапланированную рекламу делаем. Да, вы знаете, мне кажется, что гостуризм, или как это, армян-туризм и рус-туризм, они просто должны доплачивать этот прямой эфир, потому что я действительно рекомендую... Все, что делаем, все делаем от души, и здесь никакой контакции. Абсолютно, от чистого сердца. Очень бы хотелось, чтобы народы сближались. У меня на самом деле, так как я древний блогер в Инстаграм, у меня всегда была цель, чтобы многие, ну, русские, да, и другие национальности, те, кто мало знаком с Арменией, с армянами в частности, узнавали больше интересного об этой культуре, об этой нации, и было желание посетить эту страну на самом деле. Мне здесь никакой выгоды коммерческой нет, это, естественно, я обычный блогер, но просто мне так хочется, чтобы все узнали, что я живу в прекрасной стране, чтобы тоже познакомились и вот имели представление. То, что здесь красиво, здесь добрый народ, здесь получаешь колоссальные непередаваемые эмоции, когда приезжаешь, да, вот у меня многие подписчики пишут, кто приезжал до того, как со мной познакомился, кто был со мной уже знаком, следил за моим Инстаграмом, и у него появилось желание, он приехал, посетил Армению, что особо мне дорого и приятно, да, что как бы я являюсь человеком, который способствовал на то, чтобы вот люди пожелали посетить мою страну, где я живу. Ты амбассадор, амбассадор Еревана. Я хочу сказать, что когда ты проезжаешь по Еревану и из окна машины снимаешь эти улицы, по которым я тоже ходила, я прям вот, у меня сердце, не кровью обливается, это неправильное выражение, но, в общем, короче, я прямо рвусь. Я говорю, вот я же знаю этот угол, потому что мы жили с моей подругой. Вот ты представляешь, ты была в Армении две недели, и у тебя уже сердце разрывается, когда ты видишь, да, эти улицы. Да, согласна. А представляешь моих подписчиков, которые живут за границей, которые под 20-30 лет не были в Армении, и многие мне пишут, когда я, допустим, снимаю некоторые улицы, пишут, ой, Кристина, вы показали ту улицу, по которой я каждый день ходила там в школу или на работу, или иногда бывает, что я показываю даже дом. Ты представляешь, какие эмоции люди получают, видя эти кадры? Я, как человек, который 20 лет прожил за границей, я прекрасно себе это представляю, конечно, всегда хочется увидеть. А Армяне, как мы, да, что мы говорим, Армения – это офис, да, мы раскиданы, Армяне, по всему свету, так же, как евреи раскиданы по всему свету. Конечно же, да, у нас в любом случае есть где-то малая родина, то, что мы называем, и нам, конечно, очень приятно, и сейчас, когда диджитал и мир Инстаграма так процветает, мы всегда, у нас намного больше шансов увидеть свой родной уголок, чем раньше, только там, не знаю, в программе «Время» где-нибудь можно было кусочек Москвы захватить. Так что вот, ну, теперь, наверное, моя очередь, да, развеивать мифы… Давай, Лизонька, давай, интересно мне послушать. …о израильской кухне. Я хочу сказать, что развеивать миф о кухне я могу очень долго, вы меня остановите, потому что это моя профессия, это мой конек, это та тема, на которой я специализируюсь. Так вот, когда мы говорим о еврейской кухне, в современном ее понятии, мы сейчас ее разделяем на еврейскую и на израильскую кухни, потому что это две абсолютно несвязанных, ну, так сказать, несвязанных между собой культуры, культуры еды, которые сейчас на настоящий момент существуют. И когда мы говорим форшмак, то та кухня, которую вы знаете, форшмак, и форшированная рыба, и тот бульон в кнедлах из массе, о котором мы говорили, и кисло-сладкое мясо, это все еврейская, шкенадская кухня, кухня евреев, которые жили на европейской части, на европейской части суши, чего Евразии, так сказать, материка. То есть это все евреи, которые Германия, Чехия, прибавка, присоединившиеся к ним русские, Украина, Беларусь. Вот это все, вот эта вот местечковая кухня, ашкенадская, которая существовала. В ней много меда, в ней много жира, жира хорошего я имею в виду, потому что это гуси, это утки, это очень полезный жир. Я впервые, кстати, узнала о гусином жире из программы, которую ведет Джейми Оливер. Он, по-моему, посещал тогда то ли Францию, то ли Италию, и вот оттуда он повзаимствовал, да, рецепт гусиного жира, который, я знаю, он часто готовит сейчас. Гусиный жир идеален, и те самые ножки конфи, которые столб в французской кухне, это когда утка тушится в собственном же утином жиру, который вы собираете от других ножек. И когда люди, которые не понимают... Интересно. Да, они не понимают в кухне, они не понимают гастрономии, они приходят в рецепт конфи и начинают плеваться, фу, это же жир, а вы считали калории. Мне хочется просто вот этих людей, ну, я не знаю, сковородка греть по голове, потому что это полезные жиры, которые вытопились из этой же утки. В них же она тушится. Утка, конечно, она ни грамма не берет больше жира, чем в ней уже есть. Поэтому меня очень расстраивает, когда люди, абсолютно не интересующиеся гастрономией процессами физическими и химическими, что-то пытаются, так сказать, на вековую историю накатить в свою ППшную бочку, скажем так. Ну, ладно, это я уже унесла меня в другую сторону. Так что вот, вот есть вот такая часть кухни, которая еврейская, ашкенадская, она очень мало изучена, она мало известна широкому кругу людей. Очень жаль, и я сейчас, как бы, делаю все для ее популяризации, по крайней мере, в Москве и прилегающей к Москве регионам. И есть израильская кухня. Израильская кухня – это вот тоже тот камень прескновения, потому что я уже видела, конечно, комментарии, что Долма – это не Армения, что Хаш – это там другая страна. Точно так же мы в Израиле воюем за хумус, за фалафель, за иерусалимскую смесь, этот вот самый ты вжив-жив-жик. Тоже со всех сторон нам рассказывают, что это не наша кухня. Друзья, она не может быть не наша, потому что евреи, приехавшие из Сирии, из Ливана, из Марокко, из Туниса, они все привезли, вот в этот маленький Израиль, привезли свои национальные блюда. И никто не знал в мире про фалафель, пока его не возвели в культ личности, так сказать, фалафеля в Израиле. И только в Израиле фалафель начали готовить из нута, и поэтому израильтяне абсолютно на полных правах могут считать это своим национальным блюдом. Но дело в том, что у этой кухни, у израильской кухни, как и, кстати, у многой кавказской и арабских кухонь, у них нет первоисточника. Ливан недавно заявил свои права на хумбус и ЮНЕСКО, ему отказали, потому что нет нигде исторических упоминаний, они не найдены на то, что это блюдо родилось у вас. И когда Армения получила право на лаваш, это значит, что кто-то когда-то имел, так сказать, соображение и записал это в какие-то там скрижали, которые можно было потом прочитать и сказать, да, лаваш – это армянское блюдо. Точно так же с Израилем эти споры ведутся вечно, не дай бог вы скажете хумбус, навосновались миллион, триллион людей, которые сообщат, что это не твоя кухня и вообще рядом с нами не стояло. Или ламадё тоже. Да, 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 да. Потом, как его, табулия тоже, салат. Вот постоянно из них ведут, да, чьё это блюдо, чьё салат. Я никогда не вступаю в споры, я просто беру это блюдо и готовлю. И готовлю. Всё, всё. Если вам интересно, вы можете тоже приготовить, познакомиться со вкусом, да, что-то новое для себя. Конечно. И всё. Не люблю я споры, если честно. Я в каждом споре, когда определённая нация высказывает, что это его блюдо, а не твоё, да, как ты вроде бы пишешь или говоришь об этом, естественно, присутствуют нотки, как сказать, ну, агрессии, что ли, я не знаю. Я не люблю никогда спорить. Я всегда остаюсь при своём мнении. Вот. Всегда, когда начинается спор, люди могут друг друга обижать, и это не совсем хорошо, я считаю. Я не считаю, что я что-то такое делаю, когда готовлю пахлаву, когда готовлю гату, или когда говорю толма, а не долма. Если она толма в Армении у армян, почему я должна говорить долма, правильно? Я с тобой полностью согласна. Я вообще считаю, что... Лизинка, извини, но при этом я не говорю, что толма – это 100% армянское национальное блюдо. Я не могу это утверждать. Хотя я всё-таки думаю, что армянское. Но я нигде это не говорю и ни с кем не спорю. Вот это моя позиция в плане кухни. Я думаю, что едой нужно дружить, а не спорить. Да, на самом деле, а не спорить и доказывать своё. Потому что это совершеннейший... Мне кажется, что спорить о происхождении блюд, об этническом происхождении блюд – это уже последнее, что можно сделать, когда уже все вопросы решены, и можно подумать, у нас других бед нет в мире, кроме как спорить, кто первый придумал лаваш, или кто первый придумал пумус. Тем более сейчас. Да, тем более сейчас. Да, в нашем время, когда есть более серьёзные проблемы, которые мы не можем решить своими силами, да, мы вот просто сидим и ждём, что с нами будет дальше. Вот так скажем. Ну, не будем сейчас о грустном, лучше всё-таки что-нибудь весёлое. Вот так и пожалуйста. Оно и не грустное. Оно и не грустное. Оно и не грустное. Да, Лиза. Что ты прямо сейчас, да. Я бы хотела ещё продолжить тему гостеприимства и сказать, что издревлее вообще у армян трапеза всегда проходила в кругу друзей. И друг на армянском энкейш переводится как «есть вместе». Вот очень интересная такая тема. И ты сама, так как мы близко с тобой общаемся, ты знаешь, что в нашей семье очень принято приглашать друзей принимать. У нас часто бывают гости. Поэтому, когда вы видите, что Кристина Гамлетовна часто готовит и в больших количествах, вы не думайте, что это только для семьи. Мне просто иногда пишут, «А вы почему так много готовите? Неужели вы всё это съедаете?» Ну, на самом деле, у меня вообще-то у детей хороший аппетит, несмотря на то, что они стройные в меня. Они не пошли, слава богу, им повезло. И у нас часто бывают гости. Поэтому мне приходится готовить много, всего интересного. Я люблю, когда гости у нас получают колоссальное удовольствие не только от пищи, но и от компаний мы всегда проводим хорошие трапезы, так сказать, которые всегда сближаются, так сказать. Это правильно, это правильно. Да. И ещё расскажу один секрет, да, исторический, что армяне – это единственная нация, у которых был бог гостеприимства по имени Ванатур. Вот такой интересный факт из истории. Это всё сказано? Теперь мы знаем, почему самая гостеприимная нация. Спрашивают там, почему-то сколько у нас детей. У нас по двое детей. Я отвечу, у Кристины сын и дочка, у меня две девочки. Так что когда-нибудь мы встретимся все вместе. Да. И закатим большое-большое застолье. С удовольствием. У нас уже 33 минуты эфира, то есть есть ещё полчаса, чуть меньше. Так что можем поговорить о блюдах, да, ещё о чём-нибудь. Или вы задавайте нам вопросы какие-нибудь, ответьте на ваши вопросы. Я ещё несколько блюд выписала, не знаю, если будет интересно, я могу рассказать. Расскажи, расскажи, пожалуйста, да, расскажи, потому что не все же всё-таки… Вот мы сказали, что основные блюда мы назвали, но вот Спас, например, очень интересный суп. Я его случайно попробовала в Армении, он у меня не был запланирован, но я пришла в гости к шефу. Я часто готова. И в его ресторан, да, и он меня угостил, и это было прям очень… Да, вот, кстати, какое блюдо любимое. Давай про Спас, а потом про любимые блюда, потому что у нас был такой вопрос. Ну вот сейчас, да, так как весна, и вообще в армянской кухне очень много именно сезонных блюд, и сейчас вот в это время, в этот период у нас очень много на рынках именно вот зелень, которую собирают в горах, растения, да, такие очень полезные. Я показывала уже в сторис, это и Сибех на русском Резак, и Мандак Хризантема, и Харегорук на русском Пастернак, если не ошибаюсь. И всю эту зелень мы часто сейчас покупаем, готовим, то есть это кладезь витаминов, и, в общем, очень интересно. И если говорить о Спасе, то вообще Спас – это кисломолочный продукт, который готовится из мацуна, а мацун – это натуральный йогурт, тоже есть у меня на страничке. И также Спас готовится из мацуна, и добавляется пропаренная пшеница дзаварь. Если будет интерес приготовить этот суп, то дзаварь, я думаю, можно будет купить в любом армянском магазине. Вот. И сейчас, когда мы покупаем эту зелень сезонную, я добавляю уже вместо кинзы, вот традиционную, да, Спаса, когда в конце добавляется кинза, сейчас я уже добавляю и Мандак, и Харегорук, и вот Сибех очень вкусно получается, и очень полезно. Вот. Что касается Спаса. Кристина, а какие специи, вот был такой вопрос интересный, какие специи больше всех пользует армянская кухня, потому что, например, я тут для всех подписчиков, случайно для себя, открыла сумах. Почему-то никто у нас на территории, на территории не знает, что такое сумах. Сумах – это, по сути, сушеное. Нет, ну как бы вот это мы относим к израильской кухне, если кухня, а есть ли что-то армянское, какая-то прям магическая специя, которую все знают, что, вау, это Армения. Ты знаешь, наверное, скажу так, в армянских специях больше присутствует сушеная зелень, нежели какая-то специя, да, определенная. Ну вот у меня муж, допустим, любит толму с капустными листьями, когда я в фарш добавляю чанах. Вот это, наверное, единственная специя, и то ее очень-очень немножко нужно добавить. Ее же добавляют, вот когда бастурму обмазывают специальной смесью, вот как раз там и находится этот чанах. Он такой резкий запах имеет, очень приятный, но его нужно очень немного добавлять. Вот, и если в грузинской кухне мы часто замечаем, что добавляется хмели-сунели, уцхо-сунели, то в армянской кухне больше всего используют такие сушеные травы, как титрон на армянском чабер, урц на армянском, а на русском это чабрец, и базилик, конечно же. Вот это вот три такие зелени, да, сушеные, которые мы часто используем именно в мясных блюдах или в каких-то супах постных. Мои подписчики, те, кто наблюдает за мной в сторис, они уже знакомы с этими специями. Это прекрасно, потому что в любом случае всегда интересно, что используют. Хотя мне кажется, что сейчас, когда нам доступно все практически, уже нет таких границ между специями, все используют такой международный состав, да, у нас у всех есть травы, розмарин, орегано и прочее. Это уже такой... Слушайте, я неправильно сказала чаман, а я чанах сказала, чаман. Ты знаешь, я тебя могу простить. Меня нигде не задело. Пусть будет так. Не, ну все равно нужно себя поправить. Лучше поздно, чем никогда. Не, это правильно, конечно. Чаман добавляю, у меня его много, так что хватит надолго. Ну вот я хочу сказать, что, что касается специи, то пока я не начала заниматься израильской кухней плотно, пока я не начала вести мастер-классы, у меня классический набор специи это был соль и перец. И, в принципе, не было так модно в средней полосе России использовать большое количество каких-то специй, потому что все-таки в Армении, в Грузии, ну, в Кавказских странах, где вы выросли на этих специях, конечно же, вы их использовали, ну, как мы, соль и перец. Но сейчас я уже тоже рада, что разные-разные приправы приходят и в российские дома, так сказать, в среднюю полосу. Единственное, что мы только учимся их использовать, потому что обычно хозяйки просто всыпают все в кучу, совершенно не думая, подходят ли они друг другу или нет. Ну, ты знаешь, в армянской кухне все же, я тоже добавлю, что используется в основном соль в больших количествах, это тоже нужно подчеркнуть, и перец красный и черный, вот в основном, потому что все-таки армянам нравится вкус самой еды, чтобы он был ощутим хорошо, потому что все-таки в Армении хорошие продукты, будь то мясо или овощи свежие, поэтому армяне не любят много приправлять, чтобы вот сам вкус блюда и продукта ощущался хорошо. Я с тобой полностью согласна, полностью согласна. В любом случае, мы должны добавлять столько специй, чтобы они подчеркивали вкус блюда, а не перебивали. Пришел вопрос про сумах, как раз сумах мы используем и для маринования птицы, например, мы используем его, конечно же, в соусе шикшука, мы используем сумах, он дает кислинку, он дает кислинку, и вы можете заменить им лимон, но не в таких пропорциях. Да, совсем немножко. И вы жмете сок, вы, конечно, не сможете заменить его полностью сумахом, но это очень интересная специя. И, кстати, нужно сказать, что сумах постоянно путают с молотым гранатом. Друзья, сумах и молотый гранат это две разные специи. То, что они очень похожи по вкусу, это правда, но не дайте себя обмануть, не дайте себя ввести в заблуждение. Если у вас нет сумаха, вы можете использовать молотый гранат, только, пожалуйста, не называйте его сумахом. Лиза, знаешь, почему путают? Потому что многие прибегают к такой хитрости и сумах мешают вот с этим сушеным, протертым порошоком. С молотым гранатом. Да, молотым. Согласна. Возможно, люди думают, что это именно молотый гранат, корочки граната. Да, я согласна. Лиза, кстати, заметила вопрос, есть ли в еврейской кухне выпечка? Вернее, какая именно выпечка есть в еврейской кухне? Тоже мне очень интересно. Да, рассказываю. Значит, к сожалению, как мы уже сказали, мы разделили с вами израильскую кухню, которая основывается ко всей ближневосточной кухне и все блюда у вас в пуху, хумус, фалафи и прочее, бла-бла-бла, и еврейскую кухню. Еврейская кухня – это кухня традиционная, та, которая ест еврейским народом на праздники. И вот, к сожалению, до нас исторически дошли только праздничные блюда в основном. У нас очень мало блюд, мы не можем сказать, что ели евреи каждый день. Мы не можем сказать, какое блюдо евреи ели каждый день, но мы можем сказать, что они ели на празднике. И каждый еврейский праздник имеет свое меню. И когда мы говорим в том числе о выпечке, я могу сказать, что нет какого-то такого знакового десерта, как гата, например, или как пахлава. Но есть сладкая хала, которая универсальна, сладкий собатный хлеб. Есть бабка. То, что называется бабка, это когда вы делаете начинку этому тесту из халы и плетете из него вот такую тоже как бы косу, и все это у вас выпекается. У тебя есть рецепт в кухне? У меня есть рецепт халы, да, у меня есть рецепт халы, конечно. И у меня есть рецепт стейглаха. Стейглах – это блюдо, которое едят на Новый год. Еврейский, еврейский Новый год проходит осенью, роша шана, начало года. Это блюдо называется стейглах. Это ашкенадское блюдо. Это шарики из теста. Делается очень легко. Это шарики из теста, которые сначала жарятся в жиру утином, как мы сказали, или запекают. Более детический вариант. А потом варится в меду. И есть ашкенадский рецепт. Это то, что я сейчас произнесла. А есть рецепт сирийский, ливанский. Или то, что вы можете сейчас встретить в Турции. Это когда немножко другое тесто уже варится в меду. И вот он истекает всем этим медом. Я, честно говоря, люблю этот десерт ровно один раз и больше мне не нужно. А вот тейглах – это воспоминание детства. Это для меня была песня. Просто мама делала тейглах как раз о детстве. Она его делала часто. И часто, ну, относительно, на все праздники, да. И для меня это было просто невероятное блюдо. Я его всем рекомендую. Тейглах. Есть у меня на странице и есть у меня в моем видеокурсе. У меня есть видеокурс еврейской кухни. Обязательно запишу и попробую. Спасибо. Можно сделать. Да, поэтому и, конечно же... нет ни одного рецепта на страничке, а именно еврейской кухни. Еврейской кухни. Ну, ничего. Можно это поправлять. Исправлять. Какие наши годы. И, разумеется, когда у нас праздник Шивот, праздник весны, он скоро как раз наступит, мы едим молочные блюда, мы не употребляем мясо. Я говорю про религиозных евреев сейчас. Мы не употребляем мясо и все блюда из молока или рыбы, потому что рыба – это ни рыба, ни мясо, да, как бы парня. И это молочные торты. То есть крем, вот эти вот все чизкейки и прочее – это все, так сказать, это все не то, что наша кухня, я не скажу, что это наша кухня, но популяризировали ее все-таки евреи и в Америке это тоже были первые вот эти фэктори, чиз фэктори и так далее. Это все было евреями, конечно, потому что они… Интересно. Да, они модернизировали и возвели в совершенство молочные вот эти вот торты, сливочные торты, где только творог запекался в тонком слое теста. Лиза, поступил вопрос последний, ты видишь, да? Шукшука. Про Шукшуку? Шукшука. Да, да, Шукшука, друзья мои, Шукшука – это не омлет с помидорами, Шукшука – это знаковое блюдо восточной кухни, которое состоит из двух не пересекающихся, так сказать, между собой блюд, вы их можете есть абсолютно отдельно. Это соус матбуха, который является отдельным блюдом, безумно вкусным, безумно насыщенным, вы можете просто есть его ложкой, багетом, там, чем еще у меня, видите, Франция на меня вдруг напала, лепешкой, а в тот момент, когда вы разобьете в этот соус кипящие яйца и приготовите их до состояния жидкого желтка и плотного белка, у вас и получится та самая знаменитая Шукшука, которую тоже, кстати, не принято есть ни ложкой, ни вилкой, ее принято есть лепешкой, зачерпывая макать. Это безумно вкусно, и, пожалуйста, как и сумахом, как и сумахом, не дайте себя обмануть, и не принимайте яичницу с помидорами за Шукшуку, потому что помидоры там несут совершенно, там, не знаю, неведущую скрипку они там играют в этом блюде. Интересно очень, Лиза. Много нового узнала. И еще больше захотелось что-нибудь приготовить. Да, вот лично мне захотелось что-нибудь приготовить из тех блюд, которые ты сейчас огласила. На самом деле, очень интересно. Лиза, ну вот, что касается армянской кухни, хотелось бы еще поговорить о таком кухне, как гатам. Я, наверное, чаще всего именно... Я готовлю твою гату, это невероятно. Попробовала, я пекла тогда для тебя, когда ждала тебя в гости вместе с твоей подругой. Вот, смотри, значит, гата – это десерт, и в древние времена армяне пекли гату с различными символами, даже с крестами, чтобы защитить семью от сглаза. Вот такое интересное, поверить, существует. И сейчас вообще гата символизирует силу семьи, как оказалось, если честно, я не знала. Я сегодня, когда готовилась к прямому эфиру, просто зашла в интернет узнать что-то новое об этом десерте и вычитала именно вот это. Так, и именно, кстати, поэтому, вот так как гата символизирует силу семьи, если ты когда-нибудь видела армянскую свадьбу, то армянские женщины, когда забирают невесту, держат в руках гату и танцуют. Это настолько интересно. Можно я скажу про армянскую свадьбу? Я тебе скажу, что я видела армянскую свадьбу. У меня в Брюсселе друзья армяне, когда я еще жила в Париже, я приезжала к ним в гости, и тогда еще не было дисков, были только видеомагнитофоны и вот эти вот кассеты, и они говорят, Лиза, у нас в Лос-Анджелесе друг женился, давай смотреть армянскую свадьбу. И на 7 часов меня посадили смотреть армянскую свадьбу. 7 часов. В Лос-Анджелесе первые 2 часа мне сказали, что двигаться нельзя. Поэтому и ГАТА, и то, что жених привозит платье на себе, ну, в смысле, в коробке, и вот этот спецкартез в Лос-Анджелесе армянских автомобилей, это все меня заставили смотреть. Уже как в конце мне решили перемотать. Это было, поэтому я могу сказать, что я была на армянской свадьбе. Отлично. Слушай, нашу армянскую свадьбу я не видела, наверное, лет 13. У нас она на диске. В общем, не знаю, уже несколько раз просила мужа найти этот диск, посмотреть, и детям было бы интересно. Но боюсь смотреть, потому что, мне кажется, это не свадьба, а какая-то комедия для меня. Я, наверное, буду много и долго смеяться. У нас дети рыдают над нашим свадьберным. Ну, расскажи про ГАТУ еще чуть-чуть. Про ГАТУ вроде бы все рассказала, еще есть очень интересное блюдо, которое готовится из тыквы, начиняется рисом и сухофруктами с орехами. Не знаю, знакомое ли тебе это блюдо, это хапама на русском, хапама на армянском. Тыква с орехами, конечно, прекрасно. И также на армянском это блюдо называют амич. Вот тоже совсем недавно об этом узнала. И вообще тыква символизирует земной шар. Рис с сухофруктами и орехами яркое и сладкое, вот как это блюдо. К сожалению, сейчас эту традицию уже не поддерживают. И я уже подумываю осуществить ее, возобновить на свадьбах моих детей. Это у меня уже есть в планах. Это прекрасно, так что дай бог, чтобы это случилось вовремя, ни рано, ни поздно, вовремя, а мы подготовимся. Ты как мама подготовишься. Да, конечно. Всему свое время. Мне тут выдали, посмотри, реквизит. Реквизит. Это традиционное еврейское блюдо блинчики. Но, кстати, я хочу сказать, я вернусь. Саша мне принес показать, у меня муж с детьми, надо же как-то детей нейтрализовать на время эфира. Мои-то меньше, твои постарше уже соображают. Мои меньше. Мои уже пришли. Их надо было нейтрализовать, и муж пошел с ними печь блинчики. Я хочу тебе сказать, что, как это ни странно звучит, но налитники тонкие тоже есть в еврейской кухне, тоже к ней относятся. И как раз на вот этот молочный праздник Шивот во всех еврейских книгах прописаны блинчики с творогом начиненные. Так что, опять же, как мы говорим, невозможно. Конечно, я как увидела, блинчики не тонкие, да, получается? А это как у него получится. У нас блинами, тестом ведает муж. Да, это вот чей рецепт он возьмет, чей кефир купит. Кстати, моя мама пекла, я не знаю, почему у вас блинам, вдруг с тобой пришли. У меня мама пекла блинчики на кефире, блинчики на кефире, и они были, они были такие пышненькие, пышненькие, вот не получается. Наверное, на дрожжах. Нет, Лиза, они 100% были на дрожжах. Нет, 100% без дрожжей, я совершенно точно знаю. Если они пышные, значит, готовились, наверное, на кефире, ну, в Армении готовят нам отсюда. На кефире с содой, конечно. И тесто, наверное, заводилось по консистенции сметаны, чтобы тесто держало форму, в общем, одним словом. Возможно, возможно. Чем жиже тесто на оладушке. Возможно, все так и было. Чем жиже тесто на блины, тем тоньше у нас получаются сами блины, правильно? Вот. А это тесто, значит, получается густым, если блины толстые хотите. Я смотрю, у нас с тобой осталось 9 минут. Скажи, пожалуйста, что сами хотели рассказать, уже рассказали. Может быть, мы теперь какие-то вопросы подспрашиваем. Или у тебя еще было что-то в рукаве? У меня есть еще одно блюдо. Да, у меня осталось последнее блюдо. Кстати, я даже не думала, что успею о всех блюдах, которые выписала рассказать. Последнее блюдо, о котором я хотела бы вам рассказать, поведать, это ариса. На армянском она звучит как хариса. Это каша, опять же, такие, из пшеницы, дзавар, пропаренной, с добавлением куриного мяса, ну или любого мяса птицы, которое готовится очень долго, да, варится раньше, варили вообще в котлах, в тоннере всю ночь и подавали это блюдо наутром вместе с топленым маслом, с лавашом обязательно. Насколько я знаю, когда это блюдо готовили на Новый год, его не перемешивали, вот, чтобы весь год был мирным. Вот такое интересное тоже поверье есть. Да. То есть, опять же, мы говорим о том, что блюда-символы, как и в еврейской кухне, блюда-символы, то есть, ключевые блюда национальных кухонь, они всегда имеют какие-то символы, связанные с миром, со здоровьем, с дружной семьей. Каждое блюдо несет в себе свой смысл, какой-то посыл. С объединением. И очень жаль, что сейчас мы спорим на тему происхождения этих блюд, бессмысленно, абсолютно. того, чтобы, да, чтобы насыщаться их как раз смыслом и как раз энергией, да, и черпать вот эту вот традиционность из наших кухонь, а вместо этого мы почему-то все время спорим, кто первое, что придумал. И самое, что обидное, что мы спорим в нашем... Лучше познавать себя, через кухню, да. Я не читаю такие комментарии, и, ну, в общем, отношусь совершенно равнодушно к тем людям, которые вступают в спор, тем более выходят за рамки тактичности, так скажем. Ну, это односторонние споры, они спорят сами с тобой. Я очень рада, что мы с тобой в любом случае сделали этот эфир. Я очень надеюсь, что-то было интересно всем познавательно. Спасибо всем за участие. Лиза, даю тебе слово, я всегда перебиваю тебя. Нет, 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 все нормально. Просто я у нас профессионально ведущая ток-шоу, и мне, конечно, в этом формате очень интересно. Мне еще нужно набираться инстаграма. Вот про куркут, кстати, пишут, куркут я пробовала на Горном Карабахе на армянском Орсах, а куркут все-таки немножечко отличается от харисы, потому что там идет другая крупа, которая не разваривается. А хариса, это когда полностью разваривается вот эта вот пропаренная пшеница в завар, и потом это все вместе с куриным бульоном и куриным мясом, уже очищенным от костей, хорошенько взбивается, и она получается такая вязкая каша. Очень вкусно, Лиза. Вот в следующий раз, когда побываешь у нас в гостях, я обязательно приготовлю это блюдо для тебя. Вот у меня теперь есть еще очередной повод, чтобы приехать в Армению, чтобы попробовать это какое-то... Я прямо уже чувствую невероятно вкусное блюдо. У меня все, короче, любит это блюдо. Наверное, я завтра приготовлю. Вот сейчас как раз замочу завар, покажу в сторис тем, кто не готовил вместе со мной в прошлом году. Вот. Курицу завтра отварю и буду готовить это блюдо. Ну вот видишь, не было бы эфира и не вспомнили. Кстати, промельнуло слово свинина, я вот увидела. Почему-то, я не знаю, почему ошибочно считается, что... Вернее, я скажу так, сейчас корректно, политкорректно сформулирую. Почему-то все забывают, что армяне, они христиане. И всех очень удивляет, что армяне едят свинину. И я хочу сказать, что в Армении, да, совершеннейший культ свинины, она у них прекрасная, как еврейка, говорю вам, она совершенно прекрасная. Шашлыки именно из свинины. В сезон баранины, да, молодой барашки готовится, конечно же, из баранины шашлык, но в основном круглый год армяне готовят шашлык именно из свинины. Да, да, и почему-то какой-то вот, да, я даже сама была удивлена, потому, я сравниваю с Москвой, потому что Москва сейчас супер-пупер-гипер, политкорректно, и у нас свинина уже скоро будет, по-моему, всем запрещена. Вот, и прекрасное, совершеннейшее меню в ресторанах, я хочу сказать, и опять возвращаюсь, да, за цепринство Еревана. Короче, все мне у вас понравилось, ну, просто все. Короче. Жалко только, что нет еврейского ресторана, да. Ну, видишь, если бы у меня была возможность, я бы, возможно, открыла, позвала бы тебя, шеф-поваров еврейской кухни, было бы очень интересно, на самом деле, потому что армянская кухня, у нас не так много блюд других народов, на самом деле, в основном все только армянское, почему-то. Наверное, очень много туристов приезжает, да, которые хотели бы попробовать именно армянскую кухню, и в основном в ресторанах. Грузинская кухня тоже есть, но не больше. И я хочу тебе сказать, что это очень прекрасно, когда люди едят даже в ресторанах свою национальную кухню, потому что в Москве мы почему-то все время ориентируемся на итальянскую, там, не знаю, французскую, зреческую, и до сих пор все разводят руками, не знают, что такое русская кухня, а если ты, не дай бог, пошел в ресторан русской кухни, позор, позор, боже, боже. Больной мой вопрос, больная тема. Я тоже от многих слышала, а что есть в русской кухне, а разве существует русская кухня? И на самом деле так обидно это слышать, но опять же таки понимаешь, что, значит, виноваты сами русские в том, что эта кухня, да, замечательная кухня, очень вкусная, не распространена, и очень многие нации о ней просто не знают. Я поддерживаю, что мы сами виноваты, но об этом будет тема нашего следующего прямого эфира, так сказать, потому что у нас уже осталась одна минута, поэтому, как и в Армении, так же и в Израиле, люди обожают свою национальную кухню, едят ее повсеместно, и абсолютно этого не стесняют. Поэтому я думаю, что она и так и переходит у нас, от родителей к детям, и так далее. Мы бережем свои традиции, и чему мы очень рады. Совершенно верно. Хочу сказать напоследок, что армянская кухня, именно древняя, не очень сильно отличается от сегодняшней современной, потому что все рецепты, методы приготовления переходили из поколения в поколение, и поэтому сегодняшние армяне готовят, в принципе, точно так же, как готовили и древние армяне. Вот так скажу. На этой оптимистичной ноте. Да. Мы, наверное, завершаем наш замечательный прямой эфир. Я надеюсь, было очень интересно. Это наш первый совместный эфир-дуэт, да, так сказать. Надеюсь, он прошел интересно, познавательно. Возможно, мы продолжим в скором времени, правда? Да, да. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Почему бы нет? Интересно придумать какие-то новые темы и точно так же поболтать. Однозначно. Все. Я благодарю всех за ваше внимание, за ваши лайки, сердечки, цветочки и так далее. И очень надеемся, что вам было интересно и вы почерпнули что-то новое для себя. Главное – дружите едой и относитесь друг к другу с пониманием. Спасибо, Лиза, большое. Прощаюсь с вами на этой замечательной ноте. Давайте. Всем пока, моя дорогая. Не забудьте сохранить эфир. Конечно.